Дорогие мои, всем бодрячком, сегодня у нас обзор от первого лица, потому что у меня нет оператора и мало времени. И мы будем обзирать с вами вот эту ласточку BMW X3 2015 года, самая топовая версия, 2-х литровый дизель X-Drive. Хоть и обзор от первого лица, но будет немножко моего лица. Это контент, вот это классно, блядь. И что я вам хочу сказать, самый топовый коммент, который наберет больше всего лайков и самый интересный, я поставлю закрепленный комментарий. Это, наверное, один из самых красивых X-ов за все время, которое я когда-либо видел. X3, KLS GO, как мне этого не хватало. У меня на E60 был KLS GO, джойстик, шайба, ой, как все привычное. И все по-своему, первые ощущения просто обалденные. 103 тысячи километров, а покупали эту машину 19 тысяч километров, представляете, новый автомобиль. Я не буду говорить, сколько он стоил, но он был продан за очень хорошие деньги, потому что это очень хороший автомобиль. Это, наверное, один из редких BMW в Латвии, в котором не вырезан ПДФ-фильтр, все в стоке. Кому эти гелики нужны? Да никому. Для меня вот это очень важно, не знаю, как для вас. Слышите? Звук поворотника. В некоторых автомобилях он настолько, настолько криптовый. А здесь он мягенький такой, приятный. Двухлитровый дизель X-Drive, это, наверное, один из самых популярных X-3, которые все хотят почему-то. Че ты гонишь? Вы все время ездите с этой системой старт-стоп? Нет, ты включаешь. Я тоже, кстати, выключаю. Мне кажется, что вот эта система старт-стоп, она просто трюкает автомобиль, а не помогает ему. Да, в экономии, может, и окей, но все время заводить, глушить машину, может, я и не прав. Технологии ушли намного вперед, и все это работает как надо. В городе сейчас расход 7,7, у меня 3-х литровый дизель, ой, 535-й у меня, да, ну 3-х литровый дизель, соответственно. У меня расход 7,7 тоже по городу. 19-е диски, у нас тут дорога с люками, трамплины, как обычно, все. Мне хочется плакать. Ух, вы слышали? Извините, пожалуйста, что я наехал на люк. В самых лучших традициях Риги. Видите этот X5? Если отойти от метров 5 и посмотреть вот на этот X3, он выглядит почти что как X5. На самом деле я поначалу вообще даже путал. Я думал, что это за машина, когда они только появились. Тоже путал, что ли, да? Он тоже путал, знаете. Ты куда идешь? Дядя, ну проходи, я понимаю, что я на БМА, я тебя пропущу. А что за прикол? У меня зеленый, у него красный, и он на меня смотрит еще. Что это было? Ух ты, как мягенько-то. Переехали лежачего полицейского. Сейчас ускорение. Хорошее ускорение. Как меня бесит эта система старт-стоп, но она легко отключается. Вот этой кнопочкой вот здесь вот. И все. Кто пользуется этой системой, расскажите, как она вам нравится, не нравится. Отключается, вы не отключаете. Я нашел шикарное место, где мы сейчас покажем вам автомобиль снаружи. Гениально. Ой, какой он маленький. Вы посмотрите, как много здесь места. Просто сказка для механика. У нас вообще все любители 3-х литровых дизелей. Я был удивлен, когда я узнал, что здесь 2-х литровый дизель. Твин турбо. Я ничего не знаю об этих движках. Я знаю, что они очень популярны. И, скорее всего, они надежны. Тут, наверное, надо менять цепь, как и на F-версиях. Через каждые 150-200 тысяч. Скорее всего, тут пьезофорсунки. Это все, что вам нужно знать об этом двигателе, если вы покупаете X3. Но чем вам не X5? Он не хуже, чем X5, а может даже лучше. Тем более, что ребята, которые используют этот автомобиль, они живут в Швейцарии. И там, знаете, вот серпантины. Это самое то, что вот доктор прописал для этих серпантинов. Она небольшая, средних размеров. Хотя на видео она, наверное, выглядит огромная. Но она не огромная. Она что-то среднее между X3 и X5. Я бы вообще сказал, что это X4. Просто зацените эту пушечку, эту трубу. Я бы не сказал, что она маленькая. Обычно, знаете, такие маленькие писюны ставят на маленьких машинках. Это еще один из показателей того, что это совсем не маленькая машинка. Но самое главное, что она надежная. Я просто поплопаю. У тебя ломалось что-то за эти все года? Нет. Нет? У тебя все устраивает? А главное, цвет белый, да? Да, белый цвет, он обалденный. Он лучше, чем черный, потому что на черном сразу пыль видно, всю грязь. А на белом, ну, видно, но не так сильно видно. Стилевые оригинальные диски BMW 245х45 R19. Как и полагается настоящему BMW. Тут разноширокие диски. Сзади 275-40 R19. Чтобы хорошо заходить бочком и в повороты. Какая у нее... Ау... 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 Я аплодирую дизайнеру именно этой модели. Потому что, ну, первая модель, она настолько уродская. Кто там топором махал, что ли, когда ее делал? Единственное, что меня смущает, это этот огромный люк. Так, сейчас мы его откроем. Больше мне вам тут показать нечего. Если ты или твой друг хочет себе надежного коня, то я хочу вам посоветовать CarVertical. Ссылка на CarVertical будет в описании. Что нужно для того, чтобы проверить автомобиль? Первое, это ВИН-код. С этим не должно быть проблем, если продается, конечно, адекватно. То важная информация, предоставленная в других отчетах, может быть изменена. А эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях. Поэтому ими невозможно манипулировать. Записи о угонах, данные продавцов. Я лично использовал этот сервис дважды. Я советую своим друзьям этот сервис. Если какие-то проблемы, вы не получили отчет, то смело пишите в техподдержку, они вам помогут. Я проверял BMW E60 перед покупкой, я проверял BMW E34 перед покупкой. И недавно я решил тут проверить BMW E34, который продается в Латвии. И получил довольно подробную информацию, особенно о пробеге. Пробег автомобиля оказался немного изменен. Можно посмотреть спецификацию автомобиля, комплектацию. Можно проверить историю ремонтов и прохождения тех осмотров. Отчет о скрытых повреждениях, характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта по проверке автомобиля, а вы сами не сильно в этом понимаете, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели, ее изъятие с рынка. Я уверен, что CarVertical будет полезен многим. Поэтому переходите по моим ссылочкам и получайте большой жирный лайк в свою карму. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем. Багажник вместительный, как вы видите. Тут вместилось целых два детских сиденья. Плюс сумка. Слушайте, ну вообще-то багажник, если честно, я не знаю, насколько он вместительный. В E60 примерно может такой же. Тут, наверное, сеточку можно поднять, да? И тогда вот сложить по самый потолок. Ладно, тут больше нам смотреть нечего. Ну и в стандарте тут идут Run-Flat колеса, которые, ну, точно не для наших дорог. Потому что когда у меня была семерка, я ездил на Run-Flat'ах, диски просто ломало. Из-за того, что у нас очень много ям. Кто там? А там пустота. Но выглядит вот эта накладочка на заднее стекло очень клёво. Так же, как и эта антенна в стиле Shark. И вот эти чёрные молдинги, рейки для багажника. А также карбоновые накладочки, которые тут установлены. Они очень дорогие. М-значок. 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 М-значок на руле. Но сам руль мне всё-таки больше нравится. Такое рестайловое, что ли. Вот эта часть, она какая-то такая жирненькая. Прямо как я. Ну, что я тут увидел из минусов? Это регулировка сидений. Ручная. Ну, довольно неудобно. Хотя, если вы ездите один, то вообще по огороду. Здесь нет присосок. Я не сказал самого главного, что это один из самых моих любимых цветов кожи. Дверные карты громадные. Сюда можно положить много вкусняшек. Нету пепельницы, но это понятно. Имеется сеточка. Воздухообдув. Чёрные потолки. Я думаю, это только в М-комплектацию. Здесь у нас ещё два подстаканничка. Что очень-очень удобно для дальних путешествий. Тест заднего ряда сидений. Я немножко похудел на целых 2 килограмма. Вес 102 килограмма, рост 187 сантиметров. Это действительно очень комфортно. Тем более, что спереди сидение отрегулировано под меня. Это для двух человек, а не для трёх человек сзади сидеть. Особенно таких гигантов, как я. На водительском месте я выгляжу вот так вот. Драйвово. Сидение очень удобное. Это не совсем комфорт. Это, наверное, полукомфорт. Хороший. Мы когда-то видели поворотники в хроме. Я имел в виду, что некрасиво, когда вот эти накладочки, они чёрные. Да, они выделяются, но они настолько уродские. Извините, конечно, на вкус цвет товарищей нет. Но это моё личное мнение. Так же самое, как вот здесь вот чёрное вот это всё. Когда всё в белом, и ноздри чёрные, это выглядит просто офигенно. А мы закрыли капот, слушай. Такой зазор большой. Машина ни разу не бита, не крашена. А её покупали с салона, как я и говорил. Точно закрыли? А, я понял. Это же дополнительный воздухозаборник просто. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Вот задняя вставка в чёрном цвете, она уместна. Она даже не в чёрном, а в таком сером цвете. Как часто ты меняешь масло? До 10 тысяч меня. Пока Серёга ищет, какое масло заливали, я вам хочу посоветовать масла Бардаль и присадки Бардаль. Обращайтесь, ссылка на них будет в описании. Говорите, что от меня и получаете очень хорошие скидки. Так что в следующий раз Бардаль покупаем. Порт режим. Так, есть, есть ещё Комфорт и Эко ПРО. Что значит Эко ПРО? Это, наверное, супер-пупер экономия, скорее всего. Ты не знаешь, что это? Наверное. Я вообще, смотри, ты свою машину хорошо давать, не знаешь. И так, у нас спорт режим. Тапка в пол. Так, ну до сотни мы не разогрались. Но тут хорошие тормоза. Как по BMW всё и надо. У BMW всегда хорошие тормоза. Как и хорошая рулёжка. Ну ты всё время тапку в полном ездишь, не? Или как? Так спокойненько. Да. Никуда не тороплюсь. Ну, я вам скажу, что этого 2-литрового дизеля здесь полностью хватает. Его бы ещё чипануть. И вообще бомба будет. В стоке здесь 190 лошадиных сил, как мы уже говорили. Я думаю, если чипануть, можно каких-то 240. Машина весит немного. Она легче, чем X5. Ну, это логично, потому что это X3. Зачем его только из больницы выпустили? Мне нравится этот автомобиль. Я его, когда увидел первый раз, он мне вообще понравился, понравился. Ну вот, когда в спорт режиме едешь, он, слышишь, не переключается, да? Держит по 4000 обороты. В стали уже идёт 8-ступка. Она более экономичнее и немножко более динамичнее будет. Здесь разгон по гуглу 8 секунд. Ну, мне кажется, что намного быстрее. 8,2? Да. Слушай, у меня Жигуль 10 секунд разгоняется. Ну, на Жигулях это ощущение, как будто ты взлетаешь куда-то. А здесь ощущение, как будто ты действительно разгоняешься. На 3-х литровом разгон до сотни 5,2 секунды. Но это не точно. Я думаю, что Эко-Про, это когда у вас включен старт-стоп. Здесь, кстати, ещё идёт регенерация. Генерация, вот, Charge Power, эта система работала... Блядь, как она работала, не помнишь? У меня в семёрке была такая система. Она помогает экономить топливо. Ничего не понимаю. Смотри, тут даже спортивные приборы имеются. Мощность, крутящий момент можно посмотреть. Ты даже и знал. Ты знал, он тебе будешь знать. Даже есть лепестки переключения скоростей, которыми я, честно сказать, в своей Е60 очень редко пользовался. Ты пользуешься этим? Да. Да? Когда с горы спускаешься, очень удобно. А, с горы, да, в Шейцаре? Вот. Значит, пользуемся. Обзор зеркала просто шикарный. Зеркала громадные. Правда, на машине они выглядят довольно элегантно. Там по стоянке немножко прокатился на Андрюхином слепинке X5. Подвеска мне что-то не понравилась. Здесь же на X3 она более такая собранная, более такая мягкая. И я чувствую, что здесь активная рейка. Активная рейка руля. Ой, блин, ямочку заехала, извините, ещё раз, пожалуйста. Беги, сука, беги! Автомобиль 2016 года, это второе поколение. И начали их производить, я так понимаю, с 2016 года. Какой-то Серёга говорит, что очень сильно царапается этот алюминий. А вот здесь уже у нас, видите, Piano Black. Ну, что-то похоже на Piano Black. Он тоже, кстати, царапается, тут всё время оставляет вот жирные пальцы свои. Обычно принято считать, что BMW ломается. Здесь уже проехали почти что, 90 тысяч километров. Ничего не ломалось, кроме расходников. Не каркай. Масло, колодочки, что? Не каркай. Что? Я не понял. Я всё-таки загуглил. В каждом BMW реализованы технологии BMW Efficient Dynamic, такие как автоматическая система Start-Stop, система рекуперации энергии торможения, электромеханический усилитель рулевого управления в качестве стандартных функций, использующих совместно для интеллектуального управления энергии. Эти технологии создают экологически устойчивую мобильность уже сегодня. Короче говоря, это экономия вашего топлива и экономия нашей природы. Тебе, как семейному человеку с двумя детьми, как вообще? Нормально? Сиденье хорошо крепится? У тебя изофикс? Да, у меня изофикс крепится. О, да, вот, по щелчку все. Удобно и легко, да? Очень удобно. Изофикс вообще огонь. 11 Pro Max. О, клиренс просто гигантский. Это просто фиаско. Вы посмотрите. Я сюда еле кулак вставляю. Конечно, даже если снять вот эту накладку, все равно у E60 намного ниже клиренс, учитывая, что тут M-бампер. С обычным бампером клиренс немножко выше. Дорогие мои друзья, на этом все. На часах 23.54. Сегодня 13 ноября. К чему я это говорю? К тому, что сейчас очень много работы, и я еле успеваю монтировать видосы. Поэтому спасибо вам за поддержку, спасибо за комментарии. И кому интересно, чем я сейчас занимаюсь больше всего, это мистер Блинчик, это наш семейный бизнес. И завтра, 14 ноября, я буду выкладывать сториз. Подписывайтесь на мистера Блинчика, инстаграм в описании. Мы будем целый день работать с моей кубиночкой, ждать гостей. Это очень круто. Я вам как-нибудь расскажу о своем бизнесе. И также не забывайте о демос-пито-чипсах из арабского хлеба. Огромное им спасибо. Ссылочка на них в описании. С гималайской солью очень вкусная. И чем эти чипсы хороши? Тем, что они малокалорийные. И готовятся в специальной печи. На следующей неделе обязательно будет видоса за мото-тематику. Всем хороших выходных, хорошего настроения. На связи. Подречем. Пока.